Здравствуйте друзья! В этом видео мы осветим тему изменений социальных пособий Bürgergeld. Хоть сама реформа уже вступила в силу с начала текущего года, но с 1 июля начинается второй этап. Что изменилось, как это повлияет на выплаты, что ожидать. Именно об этом мы и поговорим в этом выпуске. Так что в конце этого видео вы разберетесь в этом непростом вопросе. Звучит интересно? Тогда поехали! Добро пожаловать на наш канал Geomunication. На этом канале мы предлагаем самую актуальную и релевантную информацию об иммиграции и трудоустройстве в Германии. Так что обязательно подпишитесь на наш канал и активируйте колокольчик, чтобы не пропустить новых выпусков. Приглашаем вас также заглянуть на наш веб-сайт geomunication.com. Итак, а теперь все по порядку. Закон о Bürgergeld вступил в силу 1 января 2023 года и сменил пособие по безработице Хартс 4. Еще раз вкратце. Совершеннолетний человек может рассчитывать на 502 евро в месяц, а для людей ведущих совместное хозяйство и получающих пособие размер Bürgergeld на каждого составит 451 евро. Выплаты на детей от государства зависят от возраста и варьируют от 285 евро до 420. Итак, что изменилось с июля 2023 года? С июля увеличиваются пороги дохода для дополнительного заработка. Так что при зарплате от 520 евро до 1000 евро 30 процентов вместо предыдущих 20 процентов останутся необлагаемым налогом. Люди работающие на так называемом мини-джоп могут рассчитывать на фрайбитрак, то есть сумма необлагаемой налогом в размере 100 евро, а из оставшихся возможных 420 евро будет также освобождено 20 процентов от налога для получателей Bürgergeld. Правительство, видимо, намеренно выбрало пособие таким образом, чтобы мини-джоперы с доходом до 520 евро в месяц были в менее выгодном положении. Вероятно, правительство хочет побудить эту группу людей переключиться по крайней мере на переходную зону, так называемый миди-джоп. Это зарплата между 520 и 1200 евро в месяц и таким образом на трудовые отношения, подлежащие уплате взносов социального страхования. Согласно текущим данным, предоставленным Федеральным агентством занятости, более 47 процентов людей на социальном пособии имеют только мини-джоп с доходом до 520 евро. Новый фрайбитрак в цифрах. Чтобы выяснить, как новый фрайбитрак влияет на расчет доходов, мы сравним прежние и будущие правила. Новое положение с дополнительной суммой, освобожденной от налогов в размере 30 процентов, означает, что подрабатывающие лица смогут удерживать до 48 евро больше своего дохода, а это значит 348 евро с 1 июля 2023 года по сравнению с 300 евро до 30 июня этого года. Для нового расчета не имеет значения, живут ли дети с вами, поскольку изменения применяются только к доходам до 1000 евро. Хотя 48 евро по отношению к стандартной ставке в 502 евро кажутся относительно высокими, потому что это почти 9,6 процента, но только относительно. В принципе остается сомнительным, что эти 48 евро в месяц побудет нуждающихся в социальной помощи искать более высокооплачиваемую работу. Кроме того, лимит уже установлен в 1200 евро для лиц без детей и 1500 евро для людей с детьми, а это означает, что каждый заработанный евро сверх этой суммы полностью высчитывается из бюргергель. Ученикам, стажерам и студентам разрешается сохранять доход до предела мини-джоба в размере 520 евро без учета дохода их родителей. Следующее изменение касается более комплексного продвижения, повышения квалификации и переподготовки, то есть вайтобильду. Также вводятся субсидии на образование вайтобильду, одна из которых предоставляет дополнительные 150 евро в месяц для тех, кто обучается, чтобы получить профессиональное образование, а другая предоставляет 75 евро в месяц для обучения, не приводящего к профессиональному образованию, но с продолжительностью не менее 8 недель. Соглашение о включении в социальную и профессиональную интеграцию будет иметь новое название и с июля будет называться планом сотрудничества, то есть кооперационс план. В нем будут отражены шаги и потребности, способствующие успешному поиску работы. С июля 2023 года пособие по беременности и родам больше не будет считаться доходом. Пособие по беременности и родам является пособием по замене дохода для работающих женщин. Этот регламент применяется в течение предусмотренных законом периодов защиты до и после родов. Наследство не считается доходом. В контексте доходов граждан наследство больше не считается таковым, а именно активом. В результате наследство приводит к сокращению пособия только в том случае, если у наследников остается больше денег, чем позволяет предусмотренная сумма на имущество. Для одиноких лиц она составляет 40 тысяч евро в первый год получения бюргергельд и 15 тысяч евро в последующие годы. С июля 2023 года люди, получающие пособие бюргергельд, могут воспользоваться комплексным коучингом или поддержкой. Новое предложение помогает людям, которые испытывают особые трудности при устройстве на работу. Если вас интересует, как получить бесплатный тренинг по трудоустройству благодаря образовательному ваучеру от джоб-центра, заполните форму в описании под этим видео. Давайте подведем итог. Реформа бюргергельд с 1 июля 2023 года открывает новую главу в области социальной помощи. Хотя она имеет свои плюсы, такие как увеличение фрайбитрак и дополнительные субсидии для желающих повысить свою квалификацию, она также включает в себя некоторые недостатки, такие как возможность недостаточного финансирования и риск злоупотребления. В целом, эта реформа стремится обеспечить лучшие условия жизни для граждан Германии, но ее эффективность будет зависеть от правильного финансирования и контроля со стороны государства. В комментариях на эту тему часто вспыхивают горячие дискуссии, стоит ли вообще еще работать в Германии. Когда речь идет о социальной помощи или работе, важно найти баланс. Для некоторых людей социальная помощь является временной необходимостью, чтобы пережить трудности и получить возможность вернуться на рынок труда. Для других людей, особенно тех, кто физически или психологически не способен работать, социальная помощь может быть долгосрочным способом обеспечения более-менее достойной жизни. В идеале, общество должно стремиться к созданию условий, которые обеспечивают доступ к работе для всех, кто способен работать. Это включает поддержку образования, профессиональной подготовки и создание рабочих мест. В то же самое время необходимо иметь социальные системы поддержки, чтобы защитить и поддержать тех, кто временно нуждается в помощи. В итоге, социальная помощь и работа взаимосвязаны и дополняют друг друга. А что вы думаете по этому поводу? Напишите в комментариях. Надеемся, что мы смогли вам помочь этим обзором. Если это видео было полезным для вас, тогда обязательно подпишитесь на этот канал и поставьте лайк. Таким образом вы поддержите эту инициативу. Это совершенно бесплатно. Желаем вам всего наилучшего.